Пока США и их союзники по НАТО выводят войска из Афганистана, Талибан продолжает наступление. Эта запрещённая в России и других странах группировка захватила ещё две провинциальные столицы. Теперь в её руках пять из 34 региональных городов. До этого она захватила большие территории в сельской местности. Одновременно боевики начали кампанию покушений на высокопоставленных чиновников в Кабуле. Город Айбак – столица северной провинции Саманган – оказался в руках талибов в понедельник вечером без сопротивления. Местные чиновники бежали из города. Столица ещё одной северной провинции Сарипуль пала после недели боёв. Правительственные силы её полностью покинули. Теперь боевики пытаются захватить город Кундус – столицу одноимённой провинции. Там проживает более 340 тысяч человек. Именно здесь шли основные бои между талибаном и западными силами. Больше всего снова страдают от противостояния обычные афганцы. Недавно тысячи людей бежали из города Талакан близ Кундуза. Там проживает около 200 тысяч человек, и он уже под контролем талибов. Теперь сотни семей ютятся в палатках или просто под открытым небом на улицах Кабула. «Была бомбёжка. В мой дом попала ракета. Нам пришлось бежать. Теперь мы здесь, в парке. Мы не знаем никого, кто мог бы нам помочь, и у нас нет денег. Мы даже не взяли документы и обувь. Убежали, в чём были, в тапочках. Мы стали бездомными, и нам пришлось бежать через Ангур-Бак и идти пешком. Мы отдали серьгу моей невестке водителю в качестве платы за то, чтобы нас отвезли в безопасное место в Кабуле». Талибан активизировался этим летом. Силы безопасности и правительственные войска ответили авиаударами. Международное сообщество, включая ООН, осудило военную кампанию талибов. Оно также предупредило, что территориальные победы боевиков признаны не будут. Талибан, в свою очередь, отказался вернуться за стол переговоров с афганским правительством.